В Иванове на территории 8-й городской больницы официально открылся диагностический центр женского здоровья «Белая роза». Это благотворительный проект фонда Светланы Медведевой. Иваново стало 16-м городом на карте России, где появилось такое современное учреждение. По сути, альтернатива общепринятой медицине. Задача центра – ранняя диагностика и профилактика опухоли репродуктивной системы и рака молочной железы у женщин. Любая пациентка, имея при себе полис и паспорт, может записаться в «Белую розу» и за раз пройти всех специалистов – гинеколога, мамолога, сделать узи органов малого таза и сдать мазок на вирус папиллома человека. Мы полностью детально опрашиваем женщину в плане анамнеза, в плане жалоб, в плане того, где она обследовалась. Суть обследования состоит в том, что мы проводим, помимо того, что мы смотрим руками, мы проводим и кольпоскопию, берем мазочки на онкоцитологию, на вирус папиллома человека, который чаще всего вызывает заболевания шейки матки. И в зависимости от результатов уже дальнейшая тактика ведения уже проводится. Гинекологи здесь работают в несколько смен. За день принимают до 50 пациенток. Ирина Полозова всех врачей прошла за 2,5 часа. Сдала тесты на онконастороженность. Процедура, конечно, волнительная, но если бы это пришлось делать в онкологическом диспансере, скорее всего, и вовсе бы не решилась, признается женщина. Врачи центра произвели на пациентку приятное впечатление. Не было вот этой вот, наверное, задерганности врачебной, которая обычно бывает в женских консультациях. Не было психологического дискомфорта. Что еще очень важно, не было толпы в коридоре. То есть, в общем-то, поскольку люди прописаны по часам, достаточно много свободных мест, я не чувствую вот этой моральной какого-то груза такого, моральной обстановки давящей. Мне было очень комфортно. Специалисты все высококлассные на все вопросы отвечают. То есть, даже на те вопросы, которые, в общем-то, наверное, могут казаться какими-то банальными или же некорректными, я на все свои вопросы получила ответы. Визит в Белую Розу, как правило, займет всего два дня в году. Один нужно выделить на то, чтобы пройти специалистов. Другой для того, чтобы забрать результат анализов и выслушать рекомендации врачей. Если у пациентки будет выявлено подозрение на онкопатологию, то вот в этом случае мы сотрудничаем с Ивановским областным онкодиспансером и онкологическими учреждениями, центральными, федеральными. В этом случае может быть осуществлена ее консультация, направление на лечение с обеспечением зеленого коридора. Когда пациентка идет целенаправленно, имея все необходимые обследования, именует многочасовые очереди, что позволяет нам быстро поставить диагноз, а значит, хорошо и правильно лечить. Узнать о раке раньше, чем он оккупирует организм и станет неизлечим – важная задача не столько врачей, сколько самих пациентов. Для визита к медикам нужно всего лишь несколько часов в год. Часов, которые действительно могут продлить человеческую жизнь.